Кроссоверы Пожалуй, первое, что бросается в глаза, в корне иной внешний вид. В автомобиле воплощена новая концепция дизайна под названием Dynamic Shield. Обновленный Outlander первым получил подобное оформление кузова. Переднюю часть кроссовера украшает новый бампер, фары, радиаторная решетка и светодиодные ходовые огни, которые доступны уже в базовой версии. А в самой дорогой модификации головная оптика полностью основана на светодиодах. Благодаря этому кроссовер приобрел прищур хищного зверя, то, что сегодня высоко ценится автомобилистами. Не осталось без внимания и задняя часть машины, новый LED-фонари, крышка багажника и бампер. Дополняет картину – линейка измененных колесных дисков. Одним словом, обновленный Outlander смотрится весьма стильно и современно. Под капотом новинки уже знакомая гамма двигателей. Это рядные четверки объемом в 2 и 2,4 литра, а также трехлитровая V6. Первые два мотора и экономичнее, и практичнее, так как могут работать на 92-м бензине. А вот последний – подарит своему владельцу приличную динамику. Чтобы кроссовер смог резко ускоряться на прямых и плавно двигаться в заторе, инженеры установили бесступенчатую коробку передач 8-го поколения. Если вкратце, то благодаря такой коробке расход ниже, чем на механике, а комфорт выше, чем на автомате. Плавность хода дополняет модернизированная подвеска. Она стала еще мягче. Естественно, повысилась и управляемость автомобиля. Помимо этого, производитель улучшил шумоизоляцию по всей конструкции Outlander. Однако подобными качествами обладают почти все легковушки. Покупатели ждут от кроссовера уверенности на любом покрытии. Будь то мокрый асфальт, гололед или гравий. Стоит отметить, что в свое время компания Mitsubishi выпустила несколько удачных моделей, которые смогли покорить сердца миллионов автомобилистов по всему миру. Это спортивный Lancer Evolution и вездеходный Pajero. Обе машины имели уникальные системы полного привода. Почти такая же трансмиссия установлена и на новом Outlander. Конечно же, кроссовер не способен покорять горные рельефы, но на относительном бездорожье водитель сможет чувствовать себя спокойно. Можно долго ходить вокруг автомобиля, взвешивая все за и против. Но чтобы принять окончательное решение, нужно в него сесть. Только за рулем понимаешь, действительно ли машина так хороша, как утверждает производитель. Салон нового Outlander пропитан вниманием инженеров к деталям. Зоны частого контакта с водителем, обтянутой кожей или отделаны мягким пластиком. Интерьер не поражает воображение, но однако оставляет впечатление, что в нем все на своих местах. Ничего не скрипит и не раздражает. Только самые приятные визуальные и тактильные ощущения. В отличие от своих братьев, у нового Outlander не получилось произвести фурор в момент появления. Но у него есть все шансы стать бестселлером в своем классе. Благородные корни, привлекательная внешность, а главное, весьма хорошие ездовые характеристики. Надежность же этого автомобиля покажет время. Но на наш взгляд, хлопот своему владельцу он не доставит. Нуржан Джумашев, Оскар Шалманов, Жанакум.